Так, сейчас. Вот так. Вот так. Всем привет! С вами в эфире Михаил Шилов, автор проектов Будушин.ру, Будублог.ру, Макевара.ру, Корректура.ру, докторшилов.ком. Интересная, да? Сегодня тема, ну, она может говорить как о многом, так и ни о чем, да? Поэтому в контексте повествования она должна иметь свое развитие. Так, сейчас я немножко еще подожду, пока в эфир побольше подтянется народа. Вот. И поговорим о том, что такое, значит, одиночество, какие у него бывают формы, какие плюсы и минусы. И вообще, почему одни люди любят быть одни, их это не тяготит, другие же вне компании просто чувствуют себя абсолютно дискомфортно и, в принципе, не могут даже без этого. Вот это вот интересно, и может ли это меняться с годами, а происходить, а трансформация от одного положения, как говорится, в другое, да? Когда не нравилось, не нравилось, и потом все это дело понравилось. Вот. Есть расхожее мнение такое, да, что одиночество – это путь воина. Под воином подразумевается сильный человек, не обязательно это должен быть солдат, воин, прям реально воин, боец. Не всегда. То есть это просто сильный человек, да, сильный духом, характером, волей, и почему-то вот он должен быть один. Ну, вообще, я хочу сказать, что на самом деле я с этим готов согласиться. На самом деле даже часто так и бывает. А почему? Потому что человек с сильной волей, с сильным умом, с сильным характером и духом, он не находит в своем окружении тех людей, которые отвечают, скажем так, его к уровню. И вот в этом-то проблема. Да, громко я настроил этот радар. Ладно. Ну, что ж, пускай попикает, ладно, чё ж делать. Не дотянусь отсюда. Вот. Торетто Доминик, что ли, Торетто, это я вспоминаю, из Форсажа, что ли? Не помню, кто такой Торетто. Вроде как из Форсажа вот мне написали, что мнение такое, типа, расхожее. Вот оттуда. Ну вот. Не находит в окружении себя таких людей, которые бы соответствовали бы его уровню. Ну, нифига себе так, если квакать будет всю дорогу. Ну, сейчас радар проедем, здесь просто стоит где-то радар. Вот. А я поставил старенький сейчас антирадар свой, прям, древний. Вот. Потому что розетка у меня полетела в машине. Моющики тут выдернули мне её пылесосом своим. Надо что-нибудь дремонтировать. Ну, так вот. И это вовсе не значит, что человек один, он абстрагируется от общества, оно ему не нужно совсем, он уединяется, уходит в какие-то скалистые горы или замыкается в себе, его в обществе нету, и он там что-то сам там один в одиночной камере находится. Ну, хотя, конечно, определенного рода состояние, или нет, это положение, они провоцируют состояние одиночества. Одиноким человек может быть и в толпе среди огромного количества людей, но которые либо не соответствуют его уровню, либо не интересны ему, либо по какой-то другой причине он с ними не коммуницирует, или если даже коммуницирует, то не имеет желания коммуницироваться с ними, делает это только в силу определенной необходимости, и не более того. И разумеется, что мир на самом деле полон в огромном количестве слабых людей, слабых, статных, которые ищут поддержки друг у друга, которые не готовы брать ответственность за себя, за свою жизнь, у них кто-то в чем-то всегда виноват, то есть нет, есть объективные причины, когда кто-то в чем-то виноват, когда в чем-то виноват и государство, там, что-то пенсии низкие, все такое прочее, а от индивида, от одного конкретного человека, это мало зависит, от этого нужно, конечно, коллективный определенный разум сильных индивидов, но определенно, значит, не берет ответственность, то есть если он что-то не сделал, это из-за того, что кто-то его подвел, если что-то произошло, что-то у него это не получается, это не он виноват, что не может сам не добиться, хотя даже не попробовал все варианты добиться, то есть не берет ответственность на себя, да, и у таких людей абсолютно большинство, они всегда хотят работать на дядю, то есть они не готовы взять ответственность за свой бизнес, свои руки, не способны его развить, они боятся, им надо сесть либо паразитически на какое-то место, чтобы им дядя просто платил, в таком плане, ну, они это паразиты, либо дядя наоборот оказывается такой не дурак, ему такие нафиг не нужны, и тогда эти люди становятся у него практически рабами, но в другом случае они не хотят за свою жизнь брать ответственность на себя, их абсолютное большинство, сильным людям с такими людьми скучным совершенно не по пути, больше того, для того, чтобы человек саморазвивался и постоянно как-то прогрессировал, для этого нужно определенное положение в пирамиде Абрахама Маслова, то есть не будет человек развивать свой интеллект, разум и стараться получить какой-то реальный социальный сам статус не в том плане, что должность какую-то или что-то еще, а ощутить востребованность, нужность, значимость до тех пор, пока у него пустое кузо будет, хотя на самом деле и были такие люди, возьмем того же самого Собиогена, который в бочке жил, который способен выйти на уровень такой, когда первоначальные потребности это именно самые высокие потребности. Вот, но это единицы, уникальное явление, но одно на самом деле очень сильно взаимосвязано с другим. и вот как же быть, если вдруг так оказалось, что вы в когорте сильных людей находились. Кстати, на самом деле сила это не дается человеку с детства. Человек, который с детства хочет быть один, это не сильный человек, скорее всего, наоборот, это очень слабый человек, это аутист. Ребенок должен быть обязательно в коллективе, он не должен замыкаться, должен обязательно развиваться в коллективе, черпать опыт. Не может, и за редким исключением дети бывают прям с самого рождения такие-то гениальные, типа Моцарта, когда уже там, не знаю, в пять лет они настолько далеки по развитию в чем-то или во всем от своих сверстников, что сверстники для них не интересны вообще. Но и в таком-то ключе они тоже не замыкаются, они находят интересных людей в своем окружении среди более взрослых людей. Поэтому ребенок не должен замыкаться, он и не замыкается, ребенок познает мир, он контактен должен быть и все. И поэтому даже с теми, кто глупее его и там менее волевой, они находят общий язык и нормально. Доминирование, если все одно остальное, оно проявляется немножко позже. А вот когда личная сила наращивается с годами, человек приобретает знания, опыт, интеллект, определенные навыки и может их использовать в должной мере очень качественно, мощно, это порождает генерацию и аккумуляцию вот этого чувства внутренней силы. И человек становится очень требователен к тем, с кем он общается. Без этого не бывает. Он, конечно, может пойти разными-то путями, он может считать всех равными, ну просто не всем дано быть интеллектуально одинаково развитыми или чем-то еще, но в принципе потенциальные, люди равны, как бы, он это считает, понимает, он знает, что они не хуже его, они просто другие, но в силу того, что они другие, он не находит в своей, ну, в среде единомышленников, да, ну это все. А может пойти по другому пути, по пути более негативному, когда он начинает использовать людей, которые слабее его, ниже, менее развитые и в некоторой степени может упиваться даже этим положением. Такое тоже бывает. Но в любом случае это никак не защищает его от того, что он будет одинок. Если из первого пути еще как-то можно выйти, да, найти в тех людях, в других людях интерес какой-то, то когда начинаешь использовать других людей, то у них интереса вообще уже никакого нет, кроме как средства для достижения своей цели. Вот и все. Так что это дегенеративный и деструктивный путь абсолютно. Кстати, на этом пути силу можно и потерять. Вот. И превратиться из человека сильного в человека гаденького такого, да. Вот. На самом деле с очень небольшой силой. Даже харизму можно на этом этапе как-то утратить вообще. Вот. Ну а как же с этим быть и как же с этим жить? Самстрадать ли, должен ли страдать тот человек, который, скажем, одинок? Ну, ребят, я, знаете, что хочу сказать? На самом деле, если человек не умеет быть один, то он, опять же, это тоже показатель, это слабость. Ему нужен какой-то коллективный разум, стадные чувства, ощущения вот этой вот, как это называют, чувствуют плеча, там, все такое прочее, можно это и так называть, на самом деле, есть определенные чувства товарищества, чувства плеча в определенном коллективе, в клубе, там, это все понятно. Но это когда единомышленники собираются, действительно, в серьезный коллектив. А вот когда люди собираются в стадо, имеют некое коллективное мышление, особенно зачастую навязанное, человеку это нужно, без этого он никак не может, он просто подсажен на информационную иглу коллективного разума, которая идет, предположим, от телевидения, из радио, там, да, там еще, то есть, массовых таких, да, то это все. Это первый шаг к слабости просто колоссальный. Привет, чувак, пойми, чувак. Мажоров Дима, прикольно, тебя погоняло, Мажоров Дима. Вот. Ну так вот, и такой человек, такие люди абсолютно слабы. Знаете, работа в коллективе очень важна, она позволяет свалить ответственность на кого-то другого. Там всегда возникает круговая порука и исчезает чувство ответственности личной за процесс, который происходит вокруг. Поэтому, на самом деле, каждый человек должен уметь быть как в коллективе, так и в толпе себя вести. И, разумеется, он должен быть один в те моменты, когда он занимается самопознанием и саморазвитием. Очень трудно имеется в виду саморазвитием во плане мыслительного процесса. Не в плане, например, обучения языкам, когда действительно неплохо быть чуть ли не в толпе, где можно пообщаться с разными людьми, даже не зная их имен, и все, просто тренируя определенный механический навык знания языка. Имеется в виду, когда нужно размышлять, рассуждать, строить какие-то сентенции, обсуждать какие-то сентенции, философствовать. Поймите, этот термин у нас очень часто философствование и философия это негативные такие понятия типа вот чувак, да ты тут расфилософствовался, не умничай, слишком умный. Такое у нас в России, как это ни странно, в русском языке имеется в виду, есть такое понятие, что слишком умный это фраза не выражает отношение позитивного того, кто это говорит тому, кто это слушает. То есть это даже может звучать как угроза. Ты что, слишком умный что ли? Вот. То же самое касается что-то ты расфилософствовался тут. А если говорить человеку, ну, прям философ, вот. Это тоже типа определенный негатив такой. Типа чувачок слишком много мнит, думает там что-то много. Не надо. Проще, она скажет, проще надо быть. И люди к тебе подтянутся. Видите? Даже вот в этой вот простой фразе скрыт все. Проще в данном случае можно понять глупее. Будь проще, незамысловатий, такой, как все, такой же лохопед, вот просто чайник такой, рубаха-парень, дурачок. И людям ты понять не будешь, они к тебе потянутся. Если же ты сложный, если ты философствуешь, да, если ты в чем-то лучше других, если ты настоящий воин, да, сильный, люди к тебе не тянутся. Нет. В лучшем случае какая-то, ну, не шваль, но чаще всего шваль, но не всегда, может подтянуться к тебе за защитой. Причем ничего не предлагая тебе взамен. То есть, они просто попытаются тебя, скажем так, использовать, как рыбы с прилипалой, которые цепляются к, ну, такули, например, и этим защищаются, да, ничего полезного не делать совершенно. Вот это вот сплошь и рядом. Кстати, сейчас отвлекусь немножко по этой теме, то есть, вот, по поводу взамен, воспитания, благодарности и всяких прочих своих вещей. Я об этом уже говорил, ребят, ну, кто слушает меня, видит, просто я, ну, хочу сказать, значит, еще раз, может, еще повторю не раз, потому что подкасты смотрят и вот эфиры, значит, разные люди. Часто мне приходят письма в почту, по поводу, прямо начинающиеся так, здравствуйте, Михаил, видел ваши ролики, нормально тогда, знаете, вот у меня болит шея, вот МРТ мое, вот, вот, сам ЕМР, вот я ходил к врачу, у меня тут и вот там эта простыня на полэкрана, да, вот, а что бы это могло быть, и это, сам скажите, что делать-то, заранее спасибо, ну, может и вежливее написано, а бывает и так, а бывает вообще хуже, типа, слушай, Мих, а расскажи-ка мне вот это, вот, как там оно, чего это может быть-то, распиши мне программу, вот это вот меня, знаете, ну, не задевает, скорее всего, нет, раньше меня это задевало, сейчас больше вызывает иногда, скажем-то, капатию, а иногда смех, ну, не смех, а такой вот, не, иронический, а такой скорбный, скажем-то, ну, как ухмылку, в плане того, что люди, к сожалению, утратили вообще культуру общения, даже если перед письмом написано, это вежливо, еще раз говорю, оно крайне бестактно и бескультурно, почему? А потому, что оно предполагает работу в одну калитку совершенно, человек хочет получить, значит, услугу, на которую я затратить должен хреновую тучу времени вообще, абсолютно немеряное количество, чтобы даже просто это письмо прочитать, а во-вторых, чтобы потом, значит, изучить, это ЕМР, МРТ, заключение врача, и еще, как пишут, расписать лечение, дать рекомендации, и все такое, мне в день приходит таких, до десятка писемцев, вот именно таких, а так до сотни всяких разных, мне читать-то некогда их на самом деле, а еще разбирать такие письма, это просто, ну, это капиздец вообще. Это вовсе не значит, что я там отказываю людям, там, да, там всем подряд говорю, там, ребята, но тут нужно понимать, что вы запрашиваете профессиональное, ну, это услугу, в самом деле, профессиональную. Я и так много из гуманистических и альтруистических соображений делаю, скажем, материалов на YouTube, в эфирах, и все, просто вот, запрос так, за бесплатную, кучу, и на каналах Доктор Шилов, и на сайте Доктор Шилов, и в плейлистах различных по самокоррекции позвоночника, и все, я, как, ну, как альтруист, совершенно бесплатно, это вижу миссию свою, то есть, определенную, которую я несу, в этом моя социальная, скажем так, ответственность, да, находится. Я записываю общие рекомендации по методам профилактики и восстановительного лечения после определенных, как бы, вещей. Вот. Что же касается непосредственно лечения, консультативного характера, ребята, это профессиональная вещь. Я учился в институте шесть лет, потом еще три года, у меня там, ну, интернатура была год, ординатура два, и повышение квалификации, получение специальности мануального терапевта год. Я потратил девять лет своей жизни, чтобы получить определенное образование, самая, и когда доходит, значит, разговор до того, ну, это раньше я так отвечал, говорю, а вот вы кем работаете, ребят? Ну, я работаю в автосервисе, например, я говорю, хорошо, давай рассмотрим ситуацию, так, я звоню тебе по телефону, увидел просто твой телефон, вообще это случайно, либо в интернете, о ВКонтакте нашел, там написано, в автосервисе работаю, звоню тебе по телефону, говорю, слушай, привет, Валек, ты в автосервисе работаешь, слушай, а расскажи мне, вот у меня в машине вот то-то, 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 вот надо сделать то-то, и это распиши, покажи, сделай фотки, как мне это там, это заменить, какую-то деталь, проконсультируй, какие лучше масла, вот, у меня что-то там подстукивает, вот, что бы это может быть, вот, и все такое прочее, приезжай в сервис, тогда мы посмотрим, и то не за бесплатно, правильно, а здесь получается так, так что, ребят, все консультации и всякая прочая, вот эта вся фигня, это услуги профессиональные, отсюда делайте выводы, как их надо получать, либо их надо получать, а по месту, где вы находитесь, если вы, а если вы горите желанием, так сказать, услуги получить именно мои, да, персональные, именно для себя, консультативные, через интернет, то, ребят, это не бесплатная вещь, это занимает массу времени, то есть, чтобы письмо прочитать, разобрать МРТ, там все такое прочее, составить какой-то план, не менее час, это минимум вообще-то, минимум, час моего времени, вот, ну поймите, сколько я могу заработать за этот час, да, если я не вами буду заниматься, а чем-то другим, да, например, создавать какой-то видеокурс, да, или что-то еще, вот, поэтому время мое не дешевое, ребят, абсолютно, чтобы тратить его вот таким вот образом, если вы хотите получить ответы на какие-то вопросы, на самом деле, свои, то я вам еще раз говорю, лучше задавайте эти вопросы в эфирах, вот как сейчас, вот сейчас у меня время есть, есть офигенная, возможность получить консультацию на халяву, просто в эфире, ну она будет, конечно, безусловно, общего плана, если вы не знаете, как поступить, куда пойти, куда пойти, куда податься, кого найти, кому поддаться, вот вы, ну имеется в виду, я имел в виду специалиста, врача, да, вот какая-то травма у вас, или какие-то проблемы, куда, чего и как, чтобы это могло быть, и откуда начать думать на эту тему, вот в эфирах я об этом расскажу, в письмах, ребят, можете только благодарности писать, вот я, их я люблю читать, размещать на сайтах, вот и все, посмотрели мой ролик, вам понравилось, это помогло, или прочитали, на самом деле, на сайте, какую-то, там, статью, методику мою, вам понравилось, стали применять, вот можете написать ответ, Михаил Юрьевич, спасибо большое, помогло, к чему я это все сейчас, говорю, к тому, что это, опять же, вот меня не подвигает, например, абсолютно к тому, чтобы быть, не, ну, одиноким, да, чтобы не, я не тяготею, к какой-то немыслимой, дешевой, это популярности, в том, как меня, ну, меняют некоторые, для чего ты создаешь, вот эти вот вещи, там, на ютубе, вот эти вот все, значит, ролики по поводу методик своих, и все, и тут же пишут письмо, а помоги мне лично, ребят, вот для того и создаю, чтобы, если кого-то, ну, так одного, интересует какая-то тема, значит, она нас интересует десятки других людей, десятки, просто они не задали вопрос, и поэтому я не вам отвечаю лично, отвечаю сразу всем, вот так вот, люди посмотрят, и масса людей, тех, кому это нужно, найдет, потому что они через теги это найдут, через, это, контекстный поиск какой-то, по релевантности это выскочит, если человек набрал там этот прострел в шее, то он налетит на мои ролики 100%, вот, и все, и всем будет на самом деле счастье, так будет эффективнее намного, вот для чего я это делаю, и не нужно мне быть в толпе, вокруг себя собирать глобальную толпу, там, друзей, друзей, единомышленников, и так далее, вот таким вот образом, да, и вернемся к теме, значит, там, одиночество, там, удел сильных, да, взаимообратная тема, для взрослого, состоявшегося, мудрого человека, абсолютным, необходимым состоянием, периодическим, должно быть одиночество, он должен и уединяться, и чувствовать одиноким себя, это нужно для того, чтобы обдумывать, обдумывать различного рода мысли, для абсолютного большинства людей, с которыми мне доводилось вообще беседовать, ну, просто по жизни вообще, недоступен такой процесс, как умственная деятельность, не то, что они этого не могут делать, они, в принципе, это делать могут, а недоступен он потому, что они этого не делают, то есть, они не знают, как начать, думать в каком-то направлении, то есть, я вообще уже давно не встречал тех людей, которые могут сидеть просто, в кресле, например, и думать на какую-то тему, не грустить и не мечтать, а думать на какую-нибудь тему, прямо серьезно, там, обдумывать ее, я имею в виду не проекты по бизнесу, нет, прежде всего, это проявляется в определенных абстракциях, вот, бредко, ну, доводится встречать таких людей, с такими людьми интересно беседовать, потому что у таких людей всегда, по любому поводу, есть собственные мнения, а знаете почему? потому что они умеют рассуждать, это мнение не взятое из коллективного разума, и это не мнение из, там, откуда-то, ну, там, не навязанное, а это собственное, да, конечно, безусловно, оно отчасти является, компиляцией, крылатых фраз, возможно, и что-то еще из разных источников, почему? потому что иногда не нужно пытаться выразить мысль собственную, в идеальной собственной какой-то форме, когда ее до тебя выразил кто-то, ну, лаконично, красиво, шикарно просто, и ты приемлешь ее, на самом деле, всей душой, и она, так сказать, отражает абсолютно полностью то, что ты по этому поводу думаешь, поэтому можно, конечно, процитировать, можно повторить, вот, но вот обдумывать что-то, одному надо, вообще надо почаще быть одному, ребят, вот я вам серьезно говорю, откроются многие вещи, больше того скажу, здесь есть четкая, реципрокная тема, если человек хочет научиться думать, он должен быть один, ну, периодически, это состояние уединения, вот это вот, положение, одиночество, оно позволяет начать думать, ну, правда, это происходит при одном условии, что в голове накоплено достаточное количество информации, которую можно обдумывать, то есть, для этого нужен, и как интеллект, так, определенный багаж знаний, так же должна быть эрудиция, вот, если это все дело есть, тогда можно подключать, но это аппарат, ну, мыслительный, по полной программе, если же в голове довольно пусто, и там одни шаблоны, а знаний маловато, то качество таких, вот, обдумывая, оно будет, в принципе, нулевое, да, вообще никакое, поэтому, обязательно нужно много читать, много читать, и собирать информацию самых разных источников, зачастую противодичивых, вот таким вот образом, и потом обдумать ее, и к чему я это все, это подвожу, а подвожу это к одному, хорошему методу, я о нем уже разговаривал однажды, не помню когда, но в каком-то из видео я про это говорил, для того, чтобы развивать процесс мыслительный, умение мыслить, рассуждать, и размышлять над чем-то, нужно обязательно уметь обсуждать прочитанное, да, вот, и делиться этим, не только самим собой, да, вот так обдумывать, там, посмотрел какое-то кино, послушал аудиокнигу, прочитал какую-то книгу, и некое резюме, некую квинтэссенцию для себя пересказать, сказать, что-то из этого вынес, не просто пересказать, как вот изложение, а сделать выводы, и если эти выводы еще на бумаге записать, или записать для кого-то простыми словами, как для друга, там, да, вот в посте, микроблоге, в паблике каком-то, это позволяет очень четко формулировать мысль, кто ясно мыслит, тот точно излагает, и наоборот, когда человек хочет научиться ясно излагать мысли свои, то он начинает и думать иначе, начинает думать не поверхностно, а глубоко, чтобы мысль лаконично и четко выразить, нужно думать очень глубоко, чтобы мысль выразить сам и поверхностно, но, как кажется, многогранно, глубоко думать не надо, это именно по верхушкам все это дело, вот, таким вот образом, поэтому я рекомендую вам всем, кто занимается боевыми искусствами, кто развивается в каких-то других направлениях, кто хочет вообще саморазвиваться, как в спорте, в физическом аспекте, так и в духовном плане, ментальном, надо обязательно уединяться уметь и проводить время в одиночестве, и оно не должно вас ни в коей мере тяготить, это надо научиться делать обязательно, толпа, она рассеивает ваше внимание, она вас отнимает силы, кажется, что вы можете почерпнуть, наоборот, энергию сам и других людей, нет, ну, даже если кто-то и умеет это делать, это вампирское потребление, значит, энергии, которое ничего на самом деле хорошего кроме поддержания банальной жизнедеятельности не дает, энергию надо научиться генерировать самому, свою собственную, именно развитый ментал, он и позволяет хорошо генерировать энергию, и хорошо развитое тело тоже позволяет, поэтому и на тренировках, кстати, надо научиться тренироваться в одиночестве, я вообще мало знаю людей, которые обладают достаточной дисциплиной для того, чтобы тренироваться в одиночестве очень качественно, если это не профессионал, я про любителей в этом не веду, которые могут организовать свой тренировочный процесс очень качественно, хорошо, и на полной выкладке так отработать, то же самое не касается изучения какого-то предмета, людям надо быть в толпе ходить, на уроки, кто-то должен быть какой-то преподаватель, организатор, который процесс этот обучающий будет организовывать, и мало очень людей способных к самообразованию, очень мало людей способных для этого, а почему? А потому, что эти все вещи, которые само, они требуют уединения, а люди не умеют быть одни, и из-за этого им никогда не приобрести необходимого количества силы для того, чтобы уметь в уединении прогрессировать, поэтому очень простой метод практически какой? Находить время, быть одному, гуляйте. Самый простой метод это пойти погулять, а погулять пешком, или приехать в парк, посидеть на лавке, обдумать какую-то тему. Может быть для начала даже это будут какие-то просто планы, взять какой-то блокнот и начать это делать на бумаге. Со временем это не нужно будет, вообще на бумаге думать конечно полезно, планы строить определенного рода, но просто обдумывать какие-то стратегические какие-то моменты, какие-то температивы жизненные, осмысливать опыт и планировать перспективы развития собственные на будущее, это можно делать и не на бумаге. Вот. Даже очень хорошо научиться это делать чисто мысленно, но мысленно укладывать очень четко все по полочкам. Это интересный процесс на самом деле, просто до него, как говорится, как говорили про рекламу Швепс, до этого нужно дорасти. Вот. Это непросто на самом деле, это может показаться просто, на самом деле это нифига непросто. я вот сейчас дочитываю книгу Дарьева Саласа Сомера, которая называется «Истинная ценность человека» или «В чем ценность человека?» Я уже не помню. Вот. Один из авторов, который нравится мне, ну, книга не о том, о чем я рассказываю сейчас, но одна вещь там перекликается. В книге затронут тот момент, что человек даже в состоянии бодрствования находится не в стопроцентном высоком уровне сознания собственного. То есть абсолютное большинство людей живут на определенных автоматизмах. То есть глаза раскрыты у них, они все слышат, видят, определенным образом реагируют и рефлексируют, работают защитные механизмы какие-то там у них. То есть в чистом внешне создается видимость активной деятельности. Она и есть. То есть человек полностью вроде деятелен, он даже трудится там и все, но это все автоматизмы. Уровень его сознания настолько низок, что фактически он работает на то есть мозг и фронтальную кару, которая нужна для обдумывания. Ну, давай уже иди. он не применяет. Живет на одном рептилоидном только как говорится мозге своем на старом на палеомозге там археон и на лимбической системе и все. А новейший механизм, который ему природой дан, да, он вообще в жизни не применяет. И знаете, чем это длится дольше, чем это длится дольше, тем, ну, имеется в виду это по жизни, чем больше человеку лет, тем, соответственно, он больше разучивается, разучается, да, использовать свой мозг так, как надо. Потому что, если что-то не востребовано, да, то это ведет, то это будет атрофироваться. Не, не тренируй, не, так, скажем, как я это говорил сегодня раньше, отсутствие тренировки правильного навыка, это тренировка неправильного навыка. То есть, если вы не тренируетесь думать, то вы тренируетесь не думать. Все просто, да, видите-ка, насколько просто все. Вот, и чем человек становится старше, тем больше это входит у него в привычку поступать подобным образом. И чем привычка сильнее, тем потом победить ее все более сложно, потому что длительное состояние, оно становится комфортным, потому что человеку стабильность всегда...